Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видеоролике я хотел бы с вами поговорить о консоли Xbox Series S и хейта вокруг неё. Обсудим ситуацию по поводу данной консоли, вынесем вердикт, короче, как всегда всё будет по делу, по факту, поэтому с вас лайк, подписка на канал и давайте начнём. Несмотря на то, что консоль Xbox Series S вышла уже как полгода назад, ребята в интернете всё ещё не прекращают её хейтить, сравнивать досконально графон с другими консолями, искать недостатки и говорить, что это обрубок или просто убожество, с чем я категорически не согласен. Ирина, ёб твою мать, чё за пылесос такой, его никто нахуй не купит, блять. Чаще всего, когда речь заходит про ту самую Xbox Series S, многие от неё почему-то начинают требовать каких-то запредельных возможностей, и если честно, я не очень понимаю почему. Для тех, кто не в курсе, напомню, что консоль Xbox Series S это менее мощная консоль поколения Xbox Series, у которой предельные заявлены возможности, это 2К и 120 фпс. Позиционируется данная консоль как бюджетная, как консоль под Full HD, но отличительной чертой от старого поколения является возможность ретрейсинга, ну то есть трассировки лучей, более быстрая загрузка, ну и самое главное это возможность запускать next-gen игры. Анализируя данную информацию с опытом использования ребят и информацией по факту, понятное дело, что Xbox Series S, те же самые 2К, Red Racing и 120 фпс, выдаёт не так часто, отчего у многих ребят возникает недоразумение, типа, какого хрена? Отчасти я немного согласен, из-за чего происходит этот сумбур, но уже пора бы понять, что всё, что говорят про консоли в рекламе, в трейлерах, в обещаниях, это максимум возможностей, которые будет выдаваться не всегда. Если что, те же самые 4К и 120 фпс, даже на Xbox Series X иногда не выдаются. И коль речь зашла о рекламе, давайте вспомним Xbox One X, когда нам заливали в уши, что настоящие, именно настоящие 4К и 60 фпс будут в этой консоли, всё круто и так далее, а в итоге оказывается, что где-то разрешение скачет, не прям настоящее, и самое главное, максимум выдаётся не всегда. Серьёзно? Наши деньги? На, серьёзно, ты не верил. Вообще, с чего у меня подгорело, это с простого коммента, под постом про сравнение графики и производительности в консолях Xbox Series. Ну вот, в принципе, один из комментариев. Xbox Series S какой ты выкидыш для нищебродов, барахло только тормозящая индустрию. Играть на этом, себя не уважать. Лучше чутка доплатить и взять PlayStation 5 без дисковода, и нексген, и геймпад, и экзе. Ну вот, не дурак ли, а? Я прекрасно понимаю, что это жирнющий байт насрач, на который лучше вообще не обращать внимания, но прикол в том, что действительно много людей так считает, и такие комменты мне попадаются частенько, и там уже люди не особо байтят, а просто высказывают своё мнение. Типа, Xbox Series S фигня, я вот поиграл, я его продал, это обрубок и так далее. Почему, на мой взгляд, до сих пор хейтят Xbox Series S? Лично я первую причину вижу в Xbox One X. Да, как бы дебильно это ни звучало, но восьмое поколение в головах пользователей сильно отложилось, и больше всего она отложилась по Терафлопсам. Да, та самая единица, которая типа для многих очень важна, но никто её не может ощутить. Дело в том, что многие до сих пор не понимают, какого хрена Xbox Series S получается мощнее, но с меньшим количеством Терафлопс, и исходят исключительно по Терафлопсам, и верят в их огромный потанцевал. Хотя это в крайне неверно. Вторая причина кроется к тяге к лучшему. Я не знаю, как за рубежом, но у нас в сети я очень часто наблюдаю тенденцию, когда человек пытается жить не по своим средствам. То есть у человека денег не особо много, но в то же время он гонится за каким-то максимумом, пытается купить всё самое наилучшее, гонится за параметры, которые не особо играют для него роли. Тут, знаете, в этой причине есть жёсткий парадокс. Дело в том, что кто чаще всего гонится за каким-то максимумом, даже и понятия не имеет, что этот максимум из себя представляет, и как он ощущается. Пример такой ситуации, когда человек не имел никакого опыта в игровой сфере, первый раз в жизни покупает себе консоль, у него мало денег, что самое главное, но он гонится за чем-то за 4К разрешением. Вопрос. Зачем? Зачем он гонится за 4К, если это его первый опыт, и у него нет особо много денег? Да и, пожалуй, наверное, 4К телека. Это, знаете, как во времена Xbox One X мне с пеной у рта доказывали, что 4К это словно другая реальность, это совершенно новое восприятие игры. Воображение! И говорю, кстати, практически цитатами, как и мне говорили. И по большему счёту оказалось, что это доказывали мне те, у кого был, как бы, по факту Xbox One X, но у них не было 4К телека. Но зато ребята действительно были уверены в своих словах. И тут, по сути, то же самое. Иногда люди не имеют опыта, и самое главное, они не могут увидеть тот самый максимум за счёт своих аксессуаров по типу, опять же, Full HD телека. Но зато у них взять самое в кавычках лучшее и мощное желание просто запредельное. Да, я прекрасно понимаю, что никто не хочет ошибиться, как-то прогадать, но, блин, сколько роликов об этом сняты, и ребята всё равно не понимают, что и как. Скажу вам по факту, при игре вряд ли кто-то из вас будет взглядываться в какие-то листья деревьев, в какие-то текстуры и прочую фигню. Ну, а также сравнивать с живой и с ещё одной платформой. Игры сделаны для того, чтобы играть. И в общей гамме, в какой-нибудь там экшн-сцене, или просто когда вы чем-то занимаетесь в игре, вы на всю эту дичь смотреть вряд ли будете. И если вдруг вам попадётся чего-то неподгружённое, это не будет мега критично, из-за чего просто будет невозможно играть. Третья причина хейта, по моему мнению, исходит из конкуренции с плойкой. Люди до сих пор почему-то меряются письками, и им в кайф подловить Xbox Series S или тыкнуть в низкое разрешение, когда у конкуренции результат чуть получше. Хотя Xbox Series S и PlayStation 5 не идёт в сравнение, ибо там не аналогичный железо. Все вот эти вот факты, знаете, батят на срач и сподвигают пользователей как-то цепляться по поводу Xbox Series S. Но самая главная причина, на мой взгляд, этого хейта, это недопонимание того, что существует, оказывается, в мире люди, которым некоторые параметры просто не нужны, и самое главное для них это цена. Опять же, на мой взгляд, претензии к Xbox Series S может быть лишь в её наличии, поскольку её всё так же иногда нелегко найти. Но в этом случае я вам просто советую почаще заходить на e-каталог и мониторить информацию о консоли. Можете посмотреть там самые выгодные предложения, узнать о изменении цены, и в случае чего даже сравнить с другой интересующей вас консоли, и посмотреть характеристики, если для вас это действительно важно. Если что, на e-каталог есть не только консоли, но ещё и аксессуары к ним, другая электронная техника, и лично я в последнее время на нём себе новый смартфон присматриваю. Плюс, добавок ко всему, есть удобный фильтр поиска всего этого. И да, если что, e-каталог стал доступен ещё и в Казахстане. Поэтому, если хочешь себе что-то приобрести, заходи на e-каталог, мониторь и приобретай. Просто, опять же, на мой взгляд, многим не нужно 4К, Red Racing, Super Mega Grafone. Многим нужно просто возможность поиграть в новые или старые игры. И с этим Xbox Series S справляется на все 100%. Он тянет и новые, и старые игры, и это самое важное. Да, я согласен насчёт того, что иногда консоль спрашивает за 60 FPS, за отсутствие в некоторых играх трассировки лучей, когда на Xbox Series X она есть. Хотя, опять же, по многим заявлениям и обещаниям от команды Xbox, разница должна была быть только в разрешении. Но хочу сказать, что для многих, и особенно при официальной цене 27К, это вообще не минусы консоли. Ибо что вы хотели вообще от консоли за 27 тысяч? Всего лишь за 27 тысяч рублей, это я напомню, что чуть дороже, чем год назад стоило Xbox One S, и в то же время в половину дешевле Xbox One X, когда он продавался на старте. За эту сумму вам предлагают офигенную консоль для игр, которая будет актуальна ещё несколько лет, и, скорее всего, так же, как и Xbox Series X. Опять же, я всё ещё верю в поколение консолей, и насчёт девятого поколения я, в принципе, был полностью прав, что тот же Xbox One X со своими терафлопсами пойдёт нафиг и упадёт мгновенно за борт. И в данной ситуации, в девятом поколении, если Microsoft не плюнет в лицо своим фанатам и не закроет черту на Xbox Series S, как она сделала, к примеру, с той же линейкой смартфонов Lumia, или, к примеру, не выпустит какую-нибудь более мощную консоль этого же поколения и не оставит в поддержке Xbox Series S, то она должна, ну, Xbox Series S, прожить ровно столько же, сколько и Xbox Series X, поскольку это одно поколение. Когда говорю прожить, я имею в виду получать все актуальные игры. Да, понятное дело, что производительность будет отличаться, исходя из железа, но тут ещё, знаете, поднимается проблема разработчиков, которым, кстати, в последнее время просто впадло оптимизировать игры на консоли. Исходя из опыта Xbox One и PlayStation 4, можно с лёгкостью сделать вывод, что в большинстве своём виновата вообще не железо, а те, кто просто делают игры под него. Это, знаете, пример как с Киберпанком. Несмотря на то, какой мощный Xbox Series X, там всё равно были жёсткие подгрузки текстуры, а также просадки FPS. И когда такое происходит, тогда вообще какие претензии к консоли Xbox Series S? Поэтому, для тех, кто ещё сомневается по поводу Xbox Series S, не сомневайтесь. Если у вас нету потребности в 4К, вы хотите просто поиграть в старые или в новые игры, и при этом у вас бюджет невелик, то Xbox Series S это просто шикарный вариант. Поэтому, ребят, не обращайте внимания на байтеров и на глупый необоснованный хейт данной консоли. На этом, в принципе, всё. Обязательно пишите своё мнение в комментариях насчёт этой ситуации. Если видос вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok